всем привет мои друзья я приехала на покровское кладбище подъезд мне показался удобным быстро доехала и вот от конечной остановки идти до центрального входа буквально 150 метров погода какая-то хмарная тучи черные гуляет по небу и накрапывает дождь но я бабушка запасливая у меня есть и зонтик и такой плащ с капюшоном дачный так что я не промокну справа мы видим церковь во имя святого серафима саровского которая была построена относительно недавно где-то в двух тысячных годах а само кладбище имеет площадь 14 половиной гектар она действующая закрытого типа тут возможны только родственные захоронения или выкупают участки на аукционе шла вперед по центральной аллее и вот справа недалеко от входа увидела надгробную плиту спортсмену футболисту решила вам показать возможно среди зрителей мужчин которые смотрят это видео есть любители футбольного клуба локомотив цска и они знают чеснокова юрия ивановича умер он в возрасте 47 лет от онкологического заболевания похоронен здесь на покровском кладбище могила заметная мимо не пройти совсем недалеко от входа до погода портится дождь усиливается водяные капли стирают надписи на надгробных плитах но людей на кладбище достаточно много и навстречу мне идут и убираются там на могилках дождь им не страшен но мы идем вперед на первый участок раз я уже приехала на это кладбище нож по-любому я вам покажу могилу нади рушевой а пока мы идем к первому участку вот видите еще одна могила спортсмена гимнаста шабаев евгений 1973 года рождения умер в 25 лет молодой красивый подающий надежды и так рано умер я погуглила причиной смерти стала остановка сердца вечером 5 августа шабаев потерял сознание на автобусной остановке близкие евгения обвиняют его друга алексея воропаева в том что тот подсадил евгения на иглу ну вот мы дошли по центральной аллее до первого участка я свернула направо и почти у дорожки будет искомая нами могила нади рушевой мне было 12 лет когда умерла надежда и я помню что они писали во всех газетах и я помню как мне было ее жалко жалко до боли до слез я уже тогда знала о ее творчестве знала о ее таланте и ее смерть я восприняла как смерть близкого человека ну вот черная надгробная плита рисунок нади рушевой кентавренок это семейное захоронение здесь же лежат папа и мама надежды николай константинович рушев отец нади советский художник мама 1 тувинская балерина наталья ажикма рушева николай константинович был приглашен в тувинский музыкально-драматический театр в качестве художника там и познакомился с балериной наталья в 1946 году они поженились а в 1950 году семью рушевых направили в монголию где в 1952 году у них родилась дочь которую назвали найтан когда девочки исполнилось полгода и ее родители переехали в москву рисовать надя начала в 5 лет по собственной инициативе без обучения ее отец сознательно решил предоставить дочери свободу творчества надя никогда не пользовалась ластиком рисунки которые ей не нравились она просто выбрасывала черпала вдохновение в классической музыке по воспоминаниям мамы она часто творила под колокольный звон или музыку рахманинова известный биографический факт однажды вечером пока папа ей читал любимую сказку о царе салтане надя нарисовала 36 иллюстрации в общей сложности надежда оставила после себя более 10 тысяч рисунков легких изящных она иллюстрировала книги собственные сказки придуманные и ее же балеты самому родному поэту пушкину рушева посвятила 300 рисунков кстати она одна единственная нарисовала пушкина владельческом возрасте не фото не других рисунков маленького пушкина нигде нету и не было уже в 12 лет за спиной у гениальной нади уже был богатый художественный опыт были выставки причем выставки не ограничивались региональными масштабами работы рушевая побывали в польше чехословакии румынии индии смерть надежда рушевой случилась мгновенно в возрасте 17 лет незадолго до этого трагического события надя ее отец побывали в ленинграде где на киностудии лен фильм снимали картину о ее таланте ленту назвали тебя как первую любовь но закончить так и не успели утром 6 марта 1969 года девочка как обычно собиралась в школу и вдруг она упала на пол без сознания телефона в то время не было и отец в тапочках побежал в больницу там долго расспрашивали потом приехала скорая увезли девочку в больницу но надежда умерла не приходя в сознание умерла от врожденной аневризмы сосуда головного мозга и последующего кровоизлияния о том что их дочь больна родители узнали только после ее смерти в то время с таким заболеванием еще не умели справляться незадолго до своей смерти надежда рушева гуляла с подругой по улице и увидев похоронную процессию она сказала какая тяжелая музыка и она добивает людей и сказала если я умру то похороните меня в артековской форме и чтобы играл битлз так и вышло